Учебно-методический сбор – одно из образовательных мероприятий для милиционеров-конвоиров. Как и ежедневная служба, она начинается со строевого смотра, где оценивается надлежащее состояние табельного оружия и других элементов для задержания, а также внешний вид сотрудников. Как показывает практика, именно от полной комплектованности порой зависит многое. В этом году в специальных учреждениях милиции, это изоляторы временного содержания, находилось более 19 тысяч граждан. В этом году было осуществлено около 9 тысяч конвоирований, в ходе которых в суды, в СИЗО, на обменные пункты железнодорожных плановых караулов было отконвоировано около 11 тысяч человек. Основной целью для нас является недопущение чрезвычайных происшествий в специальных учреждениях милиции, в первую очередь побегов, ну и далее причинение телесных повреждений, суицидальных попыток. В системе УВД деятельность милиционеров-конвоиров не всегда заметна, однако на этих людей в погонах возложено большое количество функций. Досмотреть задержанного, убедиться в том, что с собой он не пронес запрещенных предметов, а если в это время подозреваемый решит совершить попытку к бегству, то первым его обязаны задержать именно конвоиры. Требования для поступления на такого рода службу более чем высокие. Прежде чем получить погоны, молодые люди проходят большое количество испытаний, как физических, так и психологических. К слову о последнем, именно совершенствованию программы по моральной подготовке правоохранителей в рамках очередного мероприятия было уделено особое внимание. Зачастую сотрудники сталкиваются с такой категорией лиц, которые сознательно, либо в силу особенностей биографии личности, не используют манипулятивные действия с целью добиться каких-то своих результатов. Когда сотрудник знает, какие это могут быть способы, когда сотрудник умеет противодействовать, тем тогда его работа повышается, эффективность повышается. К сожалению, многое показать зрителю не предоставляется возможным. Учебные программы подготовки строго засекречены. Однако точно известно главное – правоохранители в своем деле совершенствуются постоянно, что позволяет достигать высоких показателей по служебной деятельности.